То, с чем мы сейчас разбираемся, это в общем основа Нового Завета, особенно Евангелие, и особенно первые три Евангелия. Но сейчас мы переключимся на Матфея. И будем смотреть на четыре основных подхода к Торе в Новом Завете. И, прежде всего, подход к Торе в Евангелие от Матфея. Вспомните, что здесь мы разбираемся с защитой. Что и Иешуа пришел, и Он Мессия. Я верю, что Евангелие от Матфея было написано Матфеем, бывшим сборщиком налогов, учеником. Но это было написано в то время, когда о месте Торы было некоторое смущение. Оно было написано после писем Павла. Об этом говорит большинство ученых. Приблизительно 95%. Так считают. Это очень важно, потому что Он берет учение Иешуа, И Он его таким образом преподает, Он преподает его с собственной точки зрения. Сперва Он дает нам генеалогию. И генеалогия говорит, что да, он действительно его происхождение в соответствии с его генеалогическими предками. Потом Он говорит о девственном рождении. И почему же важно девственное рождение? Потому что великие мужи Божьи, они рождались сверхъестественно. И девственное рождение — это небесное знамение его мессианства. И это также является показателем его божественности. Он родился полностью человеком, от Марии. И через Иосифа он совершенно законно мог обладать троном, но прямо от Бога. Без человеческого физического отца. Да, и мы во второй главе читаем о посещении его волхвами. И которые говорят о том, что им было открыто, кто должен быть мессией. Мы знаем, что Исаак был сверхъестественно рожден. И Исаак, он, возможно, является наиболее важной фигурой в этом отношении. И множество ученых, они указывают, что Матфею разделен в два, он разделен в паттерн в пять секций. Ага, то есть он разбит на пять секций Евангелия от Матфея. Тут существует пять примеров. И потом там еще есть пять секций. Есть пять отрывков учения и пять отрывков истории. И для чего это было сделано? То есть, между прочим, это идет вперед. Например, история, где описываются чудеса, потом учения, потом снова история. Почему пять историй, пять учений? Почему? Ты второй говоришь об этом во время моего учения. Но я так не думаю, но ты второй, кто об этом упоминает. Я в Иерусалиме на прошлой неделе учил, и кто-то сказал то же самое. Почему вы думаете пять? Пять. Сколько книг Торы? Пять книг Торы. И идея того, что Иешуа приносит новое начало, Новый Завет. Он приводит 12 учеников. Сколько у Израиля было детей? Два четыре колена. Фактически пять отрывков «Новое начало», «Новая Тора». Матфей таким образом приготовляет нас к власти Иешуа, показывая нам, что Он Мессия, и Он истинный представитель Израиля. И также представитель человечества. И также первосвященник. Таким образом, Он является Израилем в лице человека. И как Израиль или представитель Израиля, Иешуа, Он снова повторяет те же вещи, которые делал Израиль. Это его представительская роль. Например, во второй главе, когда Моисей был рожден, что произошло? Фараон хотел истребить еврейских первенцев, младенцев. Когда Иешуа был рожден, здесь Иешуа изображается, как новый Моисей, и Ирод, он пытается убить младенцев. Так? Понимаете? Хорошо. А Израиль идет в Египет, чтобы спастись от голода. И Израиль как нация начинается в Египте. И Ешуа, чтобы избавиться от Египта, Иешуа, спасаясь от Ирода, идет с семьей в Египет. То есть, Иосиф с Марией его забирают в Египет. И Израиль, начиная свою жизнь как народ в Египте, Иешуа также начинает свою жизнь в Египте. Потом он выходит из Египта. И он идет и встречается с Йохананом Хамадбилом, Джоном, то есть Иоанном Погрузителем. Когда Израиль выходил из Египта, он... В 1 Коринфянам 10 главе говорится, что Израиль был погружен в воду. Он был погружен, крещен в море. По-моему, это 2 Коринфянам 10 глава. И когда Иешуа выходит из Египта, когда Иешуа выходит из Египта, он проходит через воду. И когда Израиль прошел через воду, где они были, пройдя через море? Где был Израиль? Где? Они вышли из воды. И где они потом жили в последующее время? Сколько они там лет провели? 40. 40 лет в пустыне. Иешуа выходит из воды. Куда идет? В пустыню. Сколько дней? 40 дней. День за год. Вы это видите? Это Матфея об этом пишет намеренно, для того, чтобы нам что-то показать. Израиль, он был искушен в пустыне. Иешуа тоже был искушен в пустыне. И после пустыни. Ну, это не конкретный параллель, но, в общем, и что Израиль получил в пустыне, вот это важно знать. Что он принял в пустыне? Тору. И что Иешуа сделал, выходя из пустыни? Он учит Торе. Моисей взошел на гору, чтобы получить Тору. В Матфея, 5 главе. Да, и написано, что, увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Видите? Все это видят? Да. Учение Иешуа о Торе, оно видно на протяжении всех Евангелий. Но оно очень сжато в одно место. И это, а, и вот конкретно такое сжатое учение, оно в Матфея, 5-7 главе, описано. Подожди? То есть, это не расширенное учение, но это не исчерпывающее учение, но это основа Торы. Но это Тора для всех, не только для евреев. Вот о чем говорит Иешуа. Он на горе, и он говорит, То есть заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. В большинстве английских библей значит, в большинстве это называется Би-Этитюд с английских переводов, это значит заповеди блаженства. Би-Этитюд. В истории Церкви в истории Церкви это всегда воспринималось как моральные качества, в которых вы нуждаетесь, чтобы быть благословенными. В Луке говорится, блаженны нищие. Он не добавляет Духом. И обычно мы научены читать таким образом, если человек хочет быть благословенным, он должен быть нищим в Духе. То есть он должен осознавать свою нищету перед Богом. И блаженны плачущие имеется в виду плачущие о состоянии мира. Но это не в тексте, но это, что говорится. Не об этом. Странно, но в мировой истории Церковь учила, что нищета — это благословенное состояние. Ну, и те, кто в монастырях, они давали клятву бедности. Правильно? Но знаете, что означает этот отрывок? Возможно, что история толкования этого текста была неправильной. Вот в данном переводе то, что здесь имеется в виду, весьма отличное. Иешуа здесь не говорит, что если ты хочешь быть благословенным, ты должен быть нищим. Или если ты хочешь быть благословенным, то тебе нужна трагедия в жизни, чтобы ты страдал все время. Он здесь имеет в виду, что благодаря тому, что пришло Царство Божье, есть то есть в состоянии людей, оно изменяется на противоположное. Царство Божье, оно приходит. И вот жертвы, общество, и благодаря тому, что приходит Царство, у них появляется возможность больше жертвами не являться. И это полностью отличное понимание. Например, благословенные нищие, потому, что сейчас, когда уже дано Царство, бедность больше не является их судьбой. Они высвобождены высвобождены из нищеты в Царство, где Бог, Он является обеспечителем. Вы видите различия? Нищие, они благословлены или блаженны, потому что пришло Царствие. И в 4 главе Евангелия от Луки Иешуа проповедует благую весть бедным, потому что бедность, она больше не определяет мою ситуацию. Я вошел в Царство, где Бог, Он сверхъестественно усматривает. И таким образом, также те страдающие, и, кстати, Иешуа говорит о реальных людях того времени, которые переживают трагедию, и Он говорит, поскольку Царство пришло, они утешены, печаль и страдания, они больше не преобладают в их жизни. То есть, смотрите, это все связано с пришествием Царства. Блаженны кроткие. Поймите, что люди, которые кроткие, смиренны, смиренны. А кроткие обычно они трепещут. Кроткие люди – это обычно те, которыми пользуются, через которых переступают. в этом мире кроткие, они переживают ужасные вещи, потому что этот мир, он очень жестокий. Это мир, где собаки едят собак. и, смотрите, кроткие люди, кроткие люди, им очень тяжело пробиться вперед, двигаться вперед. Но в Царстве Божьем не так. Кроткие, смиренные люди в Царстве Божьем, за ними стоит сверхъестественная сила. И поскольку Царство пришло, вы можете быть кроткими, вы можете быть смиренными, и вы можете, как Бог, Он за вас сражается. Поэтому Иешуа говорит, что кроткие наследуют землю. И благословенные те, кто жаждут праведности. И обычно те, кто в этом мире жаждут праведности, они очень разочарованы, потому что они видят беззаконие и развращенность. И они говорят, ай-яй-яй. Но поскольку пришло Царство, вы будете исполнены, и вы войдете в реальность праведности и правосудия, справедливости. Блаженные милостивые, потому что они помилованы будут. Чистое сердце увидят Бога, потому что придет Царство. И миротворцев назовут сынами Божьими. И те, кого преследуют из-за неправедности, войдут больше в присутствие силы Божьей. Вы видите, как новая интерпретация? Это чудесно. Я верю. Я верю, что это чудесное истолкование. И так, что он говорит и вот то, о чем здесь говорится, вы не можете быть больше жертвой, если вы верите, что пришло Царство. Вы или выбираете быть жертвой, или войти в Царство Божье. И если вы входите в Царство Божье, вы начинаете жить в совершенно иной реальности. Вы следите за мной? Видите вот это? Матфея, пятая глава, она должна была быть написана четвертой главой Луки. Значит, поскольку Царство Божье, оно находится в конфликте с Царством Тьмы, Ишуа говорит, что будут преследования, против нас будут говорить ложь, а мы будем радоваться. Потом Он говорит, что те, кто в Царстве, являются солью земли, что если соль потеряет силу, то как ее опять сделать соленой? То есть она уже ни на что не годится. Потом Он говорит в Луке, имейте соль в себе, будьте соленые. Хорошо. Потом Он говорит, вы свет миру. И потом Он говорит об общине Царства, которое Он утверждает. Он говорит об этой общине, как о городе наверху горы. Лик? А, и мы будем зажжены Богом. и поэтому, если Бог нас зажег, то нам не нужно прятать нашу свечку под корзиной. нам нужно светить так, чтобы быть очевидным проявлением Царства Божьего, чтобы наш свет светил перед людьми. И потом Иешуа начинает учить из Торы. И вот это подход Матфея к Торе. Но основание учения Иешуа вот это. А Иешуа Тору. А Иешуа выбрасывает больше нет Тори. То есть Иешуа Тору не выбрасывает. Он не говорит больше нет Тори. Но вместо этого Тора должна быть внесена в полноту Нового Завета. Что Тора, данная Моисею, не является совершенной формой Торы. Она была приспособлена к немощи того времени. не во всякой заповеди Тора она связана с Царством или утверждает Царство. Она была связана с Древним Израилем, который был только тенью Царства. Но мы переносим Тору на более высокий уровень. И в согласии с этим мы начинаем истолковать Тору в свете нашего сердца. И мы начинаем видеть, что некоторые важные заповеди Торы меняются. А я думаю, что вас это не испугает. Раввины понимают, что в мессианском веке будет изменение закона. И вот что говорит Ешуа. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Другими словами, я пришел, чтобы привести это в полноту. Я скажу правду, пока земля и земля не не маленький пен не исчезает из Торы, пока все исполнилось. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все. И вот это важно. Моисей в Писании в Торе, А позднее Ешуа еще пророков к этому прибавит. Они будут сохранены навсегда. Они будут важным сортом руководства навсегда. И что говорится, что они не уйдут, то есть не значит, что всегда придется исполнять там написанное. Мы это через минуту увидим. Например, мы жертвы не приносим больше. И в храме Езекииля с 40 по 48 главу. И это буквально храм вот этого тысячелетнего царства Ешуа. Или символический. То есть истолковать это можно по-разному. Как символический. Там заповедь, как приносить жертвы отличается от Моисеева закона. Раввины это знают. Между прочим, прямо сейчас в Израиле раввины думают о том, как построить новый храм и ортодоксальные евреи обучают строить новый храм. И какому же закону вы думаете они следуют? Моисееву или Езекииля? Как вы думаете? Как вы думаете? Сколько проголосует за то, что храм будет построен в соответствии с Моисеевым законом? А кто проголосует за Езекииля? Они не могут построить храм, описанный в Езекииле до пришествия Мессии? Да, и будет перемена закона. Это все сохраняется, но применяется иначе. То есть, все совершено и закон он не выброшен. И затем Ешуа говорит, и так, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто сделает и научит тот великим назовется в Царстве Небесном. Минучку. Научить кого-то нарушать заповеди это абсолютно неправильно. Но если вы научите исполнять заповедь в ее дополненной форме или в ее в высшей форме, то вы учите их не нарушать, но вы учите их исполнять в наивысшей форме. Ешуа здесь не учит, что вы будете делать все точно, как говорит Моисей. Но он говорит, что вы должны быть озабочены наименьшими заповедями и заботиться о том, как их исполнить. Но то, как вы будете исполнять их в Новом Завете, это будет не так же, как в Ветхом. Например, я знаю, что это вас смущает, смущает вас, я знаю, что вас волнует то, что я вам говорю, но я думаю, тот пример, который я приведу, он вам облегчит восприятие. Мы сейчас вернемся к этому отрывку, но я хочу вам сейчас объяснить. Моисей говорит, что если человек хочется развести с женой, он должен дать ей разводное письмо. Это заповедь. Почему? Потому что без разводного письма она не может вступить в брак с кем-то. Но если женщина развелась с мужем и вступила в брак с кем-то другим, то в древнем Израиле это не было законным браком. И в древнем Израиле муж после развода мог жениться. И там муж даже мог иметь больше одной жены. По Моисееву закон. Является ли это истиной? Мог у мужа быть больше одной жены? Сколько из вас скажет «да»? Раз, два, три, четыре. А сколько у Авраама жен было? А у Якова? А у царя Давида? А у Соломона? Бог говорит «Не размножай жен». Бог говорит «Не размножай жен». У Соломона могло быть пять-шесть, но не пять-сотен. «Не сколько из вас думает, что лучше иметь больше, чем одну жену?» Поднимите руки. Новый Завет исполняет заповедь о разводном письме, не позволяя развода. Наивысший стандарт в новозаветном порядке это не разводится. Вы можете сказать, что невинная сторона, если ее оставили, она может снова потом вступить в брак. Может быть и так, но в общем библейский новозаветный закон не разводится. Вот такое стандартного заветного царства. Это стандартного заветного царства. Это исполнение заповедей о разводном письме. Не разводись. Закон Моисея позволял рабство. Сколько людей считают, что рабство это хорошо? Один, два, два. Два завет не говорит, что у тебя рабов быть не должно. То есть до конца первого века у верующих уже рабов не было. Я переспросил они шо Знаете, почему не было рабов уже к первому концу первого века? Потому что верующие просто не могли допустить, чтобы у них были братья или сестры в Мессии, которых бы они могли покупать или продавать. Он то не говорит. рабство это не является идеалом Божьим. Законы о рабстве в Торе они просто ограничивали жестокое обращение с людьми. Но это не было Божьим идеалом. Божьим идеалом была отмена рабства. И все эти Моисеевы законы о том, чтобы ограничить жестокость по отношению к рабам, они были исполнены вообще таким образом, чтобы рабов не иметь вообще. И вот это означает исполнение малейших заповедей. то есть исполнение оно поднимается на высочайший уровень. И вот в этом же отрывке нам показывается, как делать это. Но образ мышления о том, что нет части больше Ветхому Завету, И Ишуа говорит, что тот, кто учит людей нарушать закон, тот, кто не учит исполнять закон на высочайшем уровне, но наоборот учит нарушать, будет назван наименьшим в Царстве Божьем. Вы можете верить, что вы можете нарушать определенные заповеди, и вы по-прежнему можете быть в Царстве Божьем. Вспомните, что наименьший в Царстве Божьем он больше Иоанна. Но если вы хотите быть великим в Царстве, вы должны позаботиться о том, чтобы учить Торе на высочайшем уровне. И то, чему учит нас Матфей, это Тора для Нового Завета. Давайте глянем. Мы начнем с предельно ясной заповеди. Значит, предельно ясная заповедь. Не убивай. 21 стих 5 главы Матфея. Вы можете сказать, ну, нормально, я никого и не убивал никогда. Но тут есть люди, которые, ну, в смысле, на Украине кто-то, кто-то кого-то, конечно, убивал, но большинство людей в этой комнате никого никогда не убивали. Я никогда никого не убивал, скажете вы, со мной все в порядке. Но сейчас Новый Завет. и в Новом Завете все идет еще глубже. Ишуа говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Я не говорю о жизни после смерти. в Хождении в Царство сейчас и о том, чтобы жить в нем. И если вы хотите иметь большую праведность, то вам нужно взглянуть в корень убийства. И корнем убийства является неуправляемый гнев. И в 22-м стихе он говорит, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему Рака подлежит Синедриону? То есть Верховному Суду. А кто скажет дурак подлежит гиене огненной? И что же он имеет в виду? Если у тебя в сердце есть ненависть, то ты подпадешь под суд и силу ада, власть ада, потому что царство пришло, и если ты живешь по законам царства, где суд более милостивый, царство Нового Завета, это царство, где нам нужно убрать горечь, ненависть из нашего сердца. То есть, смотрите, насколько изменяется природа заповедей здесь. То есть, здесь уже говорится, что даже горечи в сердце не имейте, не имейте злости в сердце, и не говорите против брата в горечи и гневе. Вау! Есть большая праведность, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди примирись с братом твоим и тогда прийди и принеси дар твой». И здесь еще одна заповедь, «Ты не злой, не в горечи, но твой брат злой на тебя и что-то против тебя имеет». И здесь говорится, чтобы ты пошел и помог твоему брату, который против тебя что-то имеет, пытаясь сделать, что можешь, чтобы примириться с ним, прежде чем ты принесешь дар Богу. И помните, что когда Ишуа учил, храм еще стоял и Новый Завет еще не был утвержден. примирись с соперником твоим скорее. истинно истинно извините. Вы слышали сказано древним «не прелюбодействуй». Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. «Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». «Если правая рука твоя соблазняет от себя, отсеки и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». И если этому отрывку следовать буквально, то было бы много верующих без глаз и с отрубленными руками. Это истина. Что же это значит? Я думаю, буквально это значит, что если вы не можете превзойти справиться с похотью и прелюбодействием, но вы можете с этим справиться, вырвав глаз, ну вырвите глаз. А в чем будет проблема, если вы вырвете из себя глаз? Вы все еще будете иметь воспоминания в вашем уме. Это фильм, который продолжает идти о Рее Чарльзе. Знаете, такой джазмен был, Рей Чарльз. Вы видели этот фильм? Рей Чарльз, он был слепой, без глаз. Но он был похотливый. Был ли он похотливый? Да. То есть, это не решало проблему. И только сила Божья может решить эту проблему. И то, о чем здесь на самом деле говорится, поскольку пришло царство, тебе больше не нужно иметь похоть в своем сердце. Некоторые люди с большой печалью учили, что это как бы желательное, но невозможное, ну намеренное, конечно, но так не говорят. Что это желательное, но невозможное состояние человека, и что нормально, постоянно каяться. А я в это не верю. Я знаю, что, конечно, мы не станем совершенными, и нам, конечно, придется каяться. Но Матфей, он на самом деле говорит, и Ешуа на самом деле говорит, что есть достаточная сила, доступная в царстве. Для того, чтобы мы таким образом жили. И благодаря этой силе царства вам не нужно вырывать глаза и отрубать руки. И вам нет этой нужды отрубать руки и рвать глаза, потому что есть сила Божья. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод для прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Это противоречит Моисею и Гиллелю. И только Шамай, он следовал такому стандарту, потому что он толковал Моисея очень строго. Но большинство ученых, последователей Гиллеля, они точно толковали Моисея. В каком-то смысле это противоречило Моисею. Но если мы поймем, что разводное письмо, оно было для защиты женщин, что вообще все направление Торы было в том, чтобы защищать женщин. То и Иешуа делает это еще сильнее, и он говорит, что разводиться вовсе нельзя. Почему? Потому что, смотрите, с пришествием Нового Завета мужчине было заповедано любить свою жену так, как Мессия любил свою общину. Говорится ли в Торе мужчине, люби жену, как Бог любит Израиль? Такого не говорится. Но в Новом Завете нам предписывается любить наших жен так, как Иешуа возлюбил нас. Как это возможно? Потому что Царство пришло. И поскольку пришло, пришло Царство, и новая сила любить, и по этому разводу, нет места. Я хочу вам что-то рассказать. В стандартах Нового Завета есть и мужчина, и женщина в браке, и они становятся оба учениками и Ешуа, они входят все больше и больше в его свет и в его характер. Конечно, они не теряют своих личностей уникальных, но их характер будет более и более похож на Ешуа. И вот поэтому они будут любить друг друга. И на своем пути к ученичеству до того, пока они не станут очень пожилыми, они могут быть в себя, быть в друг друга безумно влюбленными. Да? Не правда ли? Но им надо для себя умереть и просто стать, как Ешуа. И все разводы, они значат, что кто-то не стал похожим на Ешуа и не умер для себя. И вот почему Новозаветный стандарт не разводится. Мы говорим о Торе и Новом Завете. Вы видите, что происходит? Ешуа говорит, не нарушайте заповедей. А потом он все вдруг меняет, перемена. И ученики не могли просто увидеть в 19 главе Матфея. Они вообще сказали, что если такие требования к браку, то лучше вообще не жениться. потому что они все еще не пережили, не видели ту силу, которая могла бы их преобразовать в Ешуа. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. Хороший стандарт. Правильно? Я не говорю о суде, когда вы клянетесь говорить правду, только правду ничего, кроме правды. Люди, они клянутся говорить правду перед Богом. Если люди клялись, то они говорили... Это значило, что ты можешь верить, что Он исполнит это. В обычной человеческой жизни, если человек клялся, он мог или иметь это в виду, или нет. Но если он клялся перед Богом, то ты мог быть более уверенным. Вот так обычно, не правда ли? Это стандарт. Это стандарт. И значение этого стандарта не такое, как у свидетелей Иеговы. They cannot make oath. Свидетели Иеговы не клянутся в суде. Но когда Иешуа говорит, не клянитесь вообще, он имеет в виду, пусть, что люди должны верить тому, что вы говорите. Он говорит, А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она под ножей ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше да, да, нет, нет. А что сверху, вот лукавого. Вы говорите всегда истину. Вы всегда говорите истину, да? И всегда сдерживайте свои обещания. Вот видите, Валентина Манович всегда пытается говорить правду и сдерживать обещания. И сдерживать обещания. Вот это форма исполнения заповедей, клятвы перед Богом. Итак, иногда, правда, происходят какие-то обстоятельства, и вы не можете исполнить обещания, но насколько возможно, исполняйте все обещания. Вы говорите кому-то, я буду на твоем празднике, но вы попадаете в автокатастрофу, в больницу, и прийти не можете. И Ешуа понимал это. Мы понимаем, что Ешуа это понимал. Но Он говорил не об этом. Он говорил о вашем слове, о том, насколько Ему... что вы должны были быть человеком, которому можно было доверять, потому что всегда ваши слова были честными и истинными. А как насчет 38-го стиха? Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». Что же этот стандарт означал? Это ограничивало месть. И древнему израильскому суду это говорило, что преступление, оно должно иметь соответствующее наказание. В арабском мире, если кто-то тебе делает что-то плохое, ты можешь ему отплатить, вырезав всю его семью. Если ты родственник обидчика, этого достаточно, чтобы я тебя заразил. То есть, Библия, она месть ограничивала. И это хороший стандарт. Но вы хотите знать стандарт Нового Завета? Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Есть контекст. И ничего не показывает на вот эту часть полноты царства. Когда придет царство в полноте, никто вас по щекам бить не будет. В дополнение к этому мы говорим о времени римской оккупации. И римляне имели законное право в соответствии с римскими законами сказать любому еврею, «Неси одну милю для меня вот этот груз». Евреи это ненавидели. Это рассматривалось как позор, унижение. И римлян ненавидели. И наши предки, некоторые из них убивали римлян. Знаете, что Иешуа сказал? Если римский солдат придет, «Еврей, неси для меня вот это милю». В конце мили. А, ну вот закон, он разрешал только милю нести. Ты проявли любовь. И скажи, «Можно я для тебя это еще одну милю пронесу?» Полтора километра. И когда вы это сделаете, вы не будете жертвой римлянина. Вы римлянину покажете любовь к царству. Вы будете превыше римского давления посредством вашей любви. Если он оттуда по щеке ударил, вы превыше мести, вы действуете любовью, повернув другую щеку. Если кто-то захочет забрать вашу одежду, то это значит, что ему, наверное, так она нужна. Вы ему дайте больше. Если кто-то у вас что-то просит, то вы, чтобы вы дали, дайте ему. И в дух любви к людям он преобладает, и он превыше обстоятельств. И сегодня это нас приводит к последнему отрывку. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Ну, в Торе не сказано ненавидеть врагов. В Торе сказано, что если осел твоего врага упал, то ты помоги ему поднять его, развьючить и поднять. А вот стандарт царства. То есть вы этого без царства Божьего делать люди, которые могут попытаться исполнять это, не будучи вводимыми Святым Духом. Это будет просто глупостью. Нужна преобладающая, то есть, извините, преображающая сила Святого Духа. Люби врагов твоих. Молись за тех, кто тебя преследует. Добудите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы любите, будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Мытари, они любили тех, кто любил их. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Многие мессианские евреи говорят о Торе. Они говорят Тора то, Тора это. Клубы по изучению Торы, да? И они даже не приблизились к пониманию того, что такое Тора. Мы призваны к чему-то, что намного выше и больше. Тора и Новый Завет настолько выше, превыше Моисея. Вы здесь это видите? И вы видите, когда мы изучаем Моисея, мы должны применять его так, как думает Яшуа. Нам не нужно, чтобы Яшуа нам комментировал то, что все то, что Моисей учил, или применять то, что учил Моисей. Нам необходимо... Нам необходимо немного, но этого будет достаточно, чтобы понимать, как нам нужно поступать. Почему Новый Завет не взял все заповеди Моисея и не объяснил, как их применять в Новом Завете? Потому что Бог ожидает, что у нас будет такое базовое понимание из учения Яшуа и апостолов. Имея мудрость от Духа Святого, нам будет достаточно, чтобы посмотреть на учение Моисея и понять, как его применить. И мы будем способны исполнить его. Мы способны делать это. Вопросы? Отменяет ли самозащиту вот это вот место в ударе по правой щеке? Или, ну, как вот в контексте самозащиты? What this place about hitting you hitting you in the cheek? Yes? Does it counsels self-protection? Self-defense? Yes and no. И да, и нет. Понял? Здесь идея, которая что вами должна руководить любовь к другим. Например, вы плывете в воде, и ваш друг тонет. И он вцепился в вас и тянет вас под воду. Короче, вы его врезали и потом его к берегу обеспамятствующего тащите. вы спасли его жизнь таким образом. То есть, вами должна руководить любовь к другому. Если вас, предположим, кто-то хочет убить, хорошо ли для него попытаться вас убить? Ишуа никогда не говорил, если кто-то вас захочет убить, пожалуйста, разрешите, позвольте ему убить вас. Он такого не говорил. Потому что человек будет испытывать на протяжении лет вину, в тюрьму его посадят. потом может его суд к смерти приговорить. Вот, вам уже будет все равно, вы мертвы, так его потом убьют. Вопрос, что вам нужно его остановить. И это, если, ну, если вы можете помогите ему сохранить его жизнь. Но то, что вы видите в Евангелиях, это, что, вместо себя, любовь к другим всегда преобладать над вашей любовью к самому себе. Поэтому, если вы спрашиваете этот вопрос, я думаю, что на этой неделе будет задано больше вопросов такого рода. таким образом мы становимся похожи на Ешиву, когда вопросы задаются туда-обратно. Изучение Торы, оно приводит к множеству вопросов в то время, когда мы ищем мудрости Божьей. Еще вопросы есть? Последний вопрос. Ну, это типа такого, как был вопрос, то, что меня один раз пытались бить и пихали в машину в багажник. Я был с одним братом, он легко запрыгнул в багажник и нет, я упирался, да, я возмущался, я потом написал заявление, он говорил, что не надо писать заявление, ну, короче, я надо было, вот, как бы, я писал заявление, надо было их наказать, или пусть, то есть, я написал так, чтобы их милиция наказала, или тем, что я не подам заявление, я поощрю их дальше наказание, то есть, действия. должны ли мы обращать в милицию, когда, то есть, как бы, чтобы справедливость была. когда человек был обращен физически, должен ли он идти в правительство, или не? Или опортировать, и идти в правительство, или нет? Или нет? Или как верующий? Ну, возможно, да, потому что чтобы человека, который делает зло, просто привести к правосудию, и это будет хорошо для него. и для других людей так же. То есть, это не обязательно. Вы можете обращаться на твое дело. Это твое дело. Когда тебя по щеке ударили, тут вопрос просто стыда, тут вреда тебе-то физического нет особого. Я сейчас пытаюсь сообразить. ешуа ничего не говорит о том, если кто-то вас пытается побить. Он не говорит. Иногда, если человек намного сильнее вас, и если вы не сопротивляетесь, то, возможно, вас меньше побьют. А иногда, если вы можете предупредить побои, вы можете сказать «Большое спасибо, что вы меня остановили, потому что я вот такой бешеный». То есть вопрос в том, чтобы ходить в духе постоянно. Когда вас ударили по щеке, это не значит, что вас там бьют. Это скорее вопрос позора. Вы теряете один момент. Вопрос не о самозащите. То есть предупредить, когда на вас нападают, это тоже нормально. Здесь говорилось о древних обществах, обществах, которые основывались на чести и позоре. И если человек опозорен, то он должен был искупить свой позор ответным ударом, и тогда его честь была восстановлена. Понимаете? в арабском мире лост. Мусульманский мир в истории проиграл несколько больших сражений. Четыре сражения. Каждому мусульманину учат, что он носит на себе позор четырех событий. И знаете, какие? Первое. Первое, когда их изгнали из Испании. Прежде этого, когда Карл Мартел изгнал их из Франции, в Турском сражении, потому что это остановило распространение Ислама в Европе. И третье, это, скажем, поражение в попытке завоевать Вену. Когда империя Габсбургов, она победила мусульман в сражении за Вену. И четвертое, самое позорное для мусульман, это позор позоров. Что это? На Малте? А, создание государства Израиль. Все это является позором для Ислама. Не победить это для них позор. Но потерять землю, которая была под правлением Ислама, как Испанию и Израиль, это еще худший позор. И Ислам нуждается в том, чтобы искупить позор и разрушить еврейское государство. То же самое с Японией. Японцев мотивирует честь и позор. Почему Китай так беспокоится о Тайване? Это сумасшедшее. Это просто безумие. Маленький островок. И они хотят жить себе независимо. Китай бедная страна, которая тратит миллиарды долларов на оборону. Что, Китай находится в опасности, что на него кто-то нападет? Что, Япония нападет на их? Китай. У Японии вообще сейчас армии нет? То есть, Китай против России вооружается? Китай нет. Китай не вооружается. Китай вооружается против маленького острова Катайвань. И, значит, Китай говорит так, что то, что этот остров вышел из-под нашего правления, это наш позор. Когда Яшуа принес Царство Божье, он раскрыл потрясающие вещи о Царстве, вселенское применение. то есть, вы выходите из системы ценностей, где есть позор и есть честь. Вы скорее будете хотеть принять позор, вот так, как Мессия, которого распяли. ценностей будут определяться любовью, и вы будете полагать свою жизнь за других. И вы не будете себя сами защищать. Бог будет защищать вас, и вы будете жить жизнью. Извините, вы будете жить любовью. И это полностью меняло все основания мира, основанные на позоре и чести. Вот, что означало обратить щеку. Смотрите, в Ираке. То есть, там есть сунитские мусульмане. И они сражаются с американцами. Они не сражаются с американцами. не сражаются с американцами. Вы не понимаете, что я говорю? Потому люди с двой сторонами и с тем с тем тем в Ираке суниты они не просто взрывают американцев. Они взрывают курдов. Они взрывают шиитов, детей, женщин. Почему? Потому что суниты рулили Ирак потому что суниты они правили Ираком сотни лет. Они потеряли свою власть и они сейчас переживают позор. И их честь должна быть восстановлена. И мы свою честь должны восстановить хотя бы путем взрывать всех вокруг. труб. Мы этого не понимаем, потому что мы руководствуемся библейскими ценностями. Для нас это непонятно. И Иешуа говорил об этом прямо. когда он говорил, что он пойдет на крест и потом когда он говорил, что обрати другую щеку. То есть это должно было вывести из вот этой системы позора и чести. Поняли? Все поняли? какое у нас есть послание?